итак дорогие друзья продолжаем работу с позвоночником когда человек у нас лежит лежа на столе то есть животом вниз спиной вверх теперь мы рассматриваем нижнюю часть корпуса поясницу и крестцово подвздошное сочленение вот эти сразу показываю помните мы здесь поднимали его за локти вот и продавали вот так да то же самое но можно проделать обратной стороны когда берем человека под коленки выше коленок только видите чтобы не смещать чашечку и чтобы не давить на сами коленки можно взять две ноги и продавливаем вот там где соединение с крестцом идет вот сначала доставим руку вот сюда вот и щучки выше в принципе дайте новое дело если позволяет консистенция тела человека просто все разные люди кто-то более гибкий кто-то более грузный если болезнь в бексере вот так вообще ничего у вас не получится сделать смотрите по человеку насколько можно да если вам тяжело две руки поднимать ой две ноги заняться поднимать на бицепс да можно сделать по очереди с одной ногой например вот так здесь можно добавить движение чуть-чуть спирлевидное вот такой да то есть мы можем продавить на искосок и продавить в эту сторону вот так вот работая с противоположной ногой можем также давить то есть мы смотрите оба давления у нас идет в соединение крестцово-подвздошная так идет тут есть подвздошная косточка которая немножко выбирает то есть отдельно от крестца то есть давлением оказываем в неё как с это ногой вот сторону да и в ту так с это ногой вот в эту сторону вот работая противоположная ногой сами понимаешь так просто человек должен полностью быть расслабленным мы проверяем его момент движения вот так до движения в сторону проверяем с этой стороны движение с этой стороны где чувствуем блог да тогда вот там начинаем указывать давление если мы поднимаем ногу побольше вот есть такой прием да растягиваем его весь его корпус растянув давим практически можно на позвоночник получается прием со скручиванием смотрите чтобы не падал вот практически грудного отдела и все сочленения также можем раскрепостить и что мы делаем все что мы делаем все приемы это снятие функциональных блоков если небольшой нюанс если у вас не получается поднять ногу вот так вот целиком да можно ее согнуть и поднимать вот так вот за коленку в принципе то же самое получается эту непростительность областью самоработает еще раз повторяю в основном эта работа с крестцово-подвздошным сочинением и крестцово-позвоночным переходом l5 s1 вот эти соединения мы прорабатываем если у нас не хватает все-таки до силы рук чтобы одновременно и поднять и нажать да то тогда сделаем следующий прием например вот с этой стороны обнаружили что у него тазовые кости нестабильные например крестец повернут вот сюда соответственно сюда как правило это тазовая кость по зашим так костей он бывает чуть выше в это прощупывать просто насчет сейчас спортсмен идеальный для нас этого не видно то есть это вы смотрите по вот этим точкам да где крестец переходит в копчик вот эти ямочки тут же они косточки упирающие где начинается гребель по зашим костей три точки да и позвоночник как стрелочка упирается сюда давайте нарисуем просто для диагностики чтобы было понятно вот они ямочки видите вот еще одна ямочка небольшая и вот получается треугольник и наш это ямочка это в крестцовом отделе выше идет позвоночник вот мы нащупываем да и отмечаем делаем это чистый отростки вот не пошли видеть на строго тоже чуть-чуть чуть-чуть сместился вот сюда немножко но в целом ось направления осталось практически идеально да но крестец вот эти вот сочинение они могут быть развернуты вот по оси вот так повернуты да вот этими всеми приемами мимо это сейчас изменяем и кстати это влияет на длину ног ноги могут быть немножко на длине 1 выше за счет поворота тазовой кости представьте вот это гребень по зашим кости это все одна большая курсу такая большая к ней крепится нога здесь то есть если она сдвинута вот так значит нога уходит выше видите если сдвинута туда начинает уходит вниз понимаете то есть работая с крестцом сочинением мы исправляем длину ног человека как проверить длину ног во первых он должен жить ровно вот и смотрим пятки первого на соряните это пятки одинаково до стороне силе это вот эти внутренние косточки вот они должны быть на одном уровне данном случае у человека на одном уровне практически там попался идеально вот видно из косточки да вот внутренние лодыжки вот но может колени посмотреть еще колени вот на одном уровне и как видим здесь тоже на одном уровне да то есть вовсе на всех трех уровнях у нас идеально идеально одинаковые ноги поясница на месте так теперь вот еще один прием до когда мы работать пояснице отодвигаем человека 1 если на столе если на полу работаем там проще а если вот на столе но в принципе вы понимаете все те же самые приемы мы можем делать на полу и если у вас веса вашего собственного как у мастера да если у вас маленький рост надо не хватает продавить большого грузного мускулистого человека кладите его на пол пол жестче здесь у нас еще кушетка немножко прогибается пол жестче все в принципе те же самые приемы делаем на полу за счет того что ваш корпус веса получается выше над ним стоять если вы все-таки работать на кушетке да и вам большой человек попался да вот не хватает вашего веса тогда можете в комплекте иметь небольшой стульчик на который устанавливаетесь одной ногой а второй ногой залозите на стол и продавливаете его в таких вот позах а сейчас прием про которых я никак не расскажу значит смотрите положили подальше к краю стола чтобы отодвинуть другую коленку она должна упираться если будет висеть ничего не получится должен должен быть некоторых упор вот вектор голени практически в в колено можно даже повыше сделать не сильно важно вот максимально у него в этот момент поднялась вот это вот подвздошная кость да и мы как раз на гребень подвздошной кости вот сюда сейчас будем давить время идет достаточно резкая на выдохе оба выдыхаем и не хватает вас тяжесть ваша одна руки до обоими руками вот такое давление я просто сейчас не доделал потому что ему не надо человек здоровый да просто для примера показываю как с этим местом работать в следующем видеоролике мы покажем вам как работать с ногами и с крестцом когда мы находимся перевернутые животом вверх как обычно шутить ливером к солнцу филейной части вниз подождите не выключайте я вам сейчас немножко еще покажу приема работы с коленями да из ступней то здесь мы ступну раскручиваем везде перед работой перед любой манипуляции мы должны максимально растянуть связки растягиваем пальчики вот и пальцы не только заканчиваются в кости дорога сюда мы тоже как друг от друга отодвигаем раздвинули сюда достаточно жестко в обратную сторону растянули здесь и вот здесь и теперь надо расслабленно будем править колено для этого вектор руки направляем прямо туда вот внутрь под 45 градусов туда вот ведь я нажал сейчас на ли в узлы и мы либо больно либо щекотно сюда конечно жать не надо поэтому рука у нас максимально расширена у нас мягкое место это вот этот перепонку мы едем жмем видите более нет никакой к тому же мы опираемся меня в косточке раскачали до нажатия резкого туда прожимаем будет слышно такой большой шелчок далее практически не выбирая руку чуть-чуть двинем его на бедро а эту руку с более если мы сделали только более не видите вот рычаг у нас уже не идет то здесь у нас другое движение идет в самую выпирающую косточку на стопе ведь она вот мы посередине практически так называемый экватор стопы да в нее будем давить а пяткой упираемся в руку свою чтобы нога не съехал куда-нибудь бог да вот и двинули руку и растягиваем ему стопу вот человек занимается в данном случае йогой у него растяжки так хорошая но в целом идет достаточно сильно раскрепощение вот всех вот этих соединений так на этом работу с ногами со стороны когда он лежит спину вверх закончен дальше видеоролики как я вам говорил уже будем лежать филейной частью вниз оливером него